Сегодня по всему миру отмечают День молодежи. Не осталось стороне и Латвия. В красном зале Сейма на специальной конференции обсуждали, кто такой современный молодой человек и каким он, возможно, станет через пять лет. Анастасия Дьяконова мало того, что побывала на конференции, так еще и приштудировала последние исследования и составила портрет среднестатистического молодого латвийца. Среднестатистический латвийский молодой человек в возрасте от 13 до 25 лет живет в Риге или окрестностях столицы. Свободное время он проводит на культурных и развлекательных мероприятиях и не очень любит политику. Для поддержания формы предпочитает занятия в спортивном зале. За эмоциональной поддержкой он обращается к семье и друзьям. Своё неучастие в каких-либо мероприятиях чаще всего объясняет нехваткой времени. В молодежных организациях не состоит, хотя доверяет им больше всего. Так же, как верят латвийской армии и полиции. Самое большое недоверие среднестатистический молодой человек выражает, как ни странно, Сейму и президенту. Чтобы пробиться на рынок труда, учит иностранные языки и имеет возможность получить хорошее образование. Работу он ищет интересную, стабильную и с возможным карьерным ростом. О том, какой будет молодежь Латвии в ближайшую пятилетку, сегодня говорили в Сейме. И не только молодые люди, а по большей части те, у кого уже свои дети. И они хотят самого лучшего. Именно в Латвии, а не за границей. Пять лет назад только 2% молодых людей считали, что в нашей стране можно найти хорошую работу. Теперь думающих также стало больше. Но не на много. Всего лишь каждый десятый. Яун Саркпаус – один из них. В следующие пять лет он надеется закончить вуз и быть более политически активным. Я надеюсь, что молодые люди будут более общественно активными и будут не только комментировать что-то в интернете, а действовать в реальности. Я думаю, что в ближайшие пять лет для молодых людей будут полны вызовов. Как на рынке труда в связи с экономической ситуацией, так и в личной жизни. Гаттес из организации «Папарда Зец» хоть и занимается вопросами сексуального образования, одной из первых проблем, которую стоит решить, называет безработицу. С точки зрения нашей организации хочется верить, что и состояние репродуктивного здоровья молодежи улучшится. И я надеюсь, что молодым людям удастся и работу найти, и семью создать. Какой будет латвийская молодежь через пять лет, никто точно судить не может. Однако все участники дискуссии сошлись в одном — дети — это будущее.